Каждый народ достоин своего эпоса. Это, пожалуй, единственный из литературных жанров, который ближе всего к легенде, а значит, к исторической правде. Армянский эпос «Давид Сосунский» – это не просто легендарное повествование о подвигах героев, но еще и энциклопедия национального характера. В любом армянине есть частичка Давида Сосунского, а в Давиде Сосунском есть частичка каждого армянина. Эпос как человек. У него два возраста – один биологический, который указан в паспорте, другой психологический. Человеку столько лет, насколько он себя ощущает. У эпоса есть возраст устный и письменный. Рассказывают веками, а читают едва ли столетиями. Свод армянских эпических легенд Давид Сосунский отметил свое устное тысячелетие еще в 1939-м, но его письменная история не насчитывает и полутора веков. Только в 1874-м в Константинополе был впервые опубликован эпос «Армян». Записал его фольклорист Горегин Срвадздян. Осказывал в течение трех дней старик Крпо, церковный староста из Тарона. Сегодня бумага зафиксировала уже 70 с лишним версий армянского эпоса, который состоит из четырех ветвей или частей. Самая известная, давшая название всему своду – третья. Она рассказывает о пахаре из Сосуна Давиде и его победе над арабским халифом Насрам-Иликом. Для армян Давид не просто национальный герой. Он – воплощение лучших качеств всего народа. Давиду Сосунскому повезло с другом. У него мудрый говорящий конь, и с оружием ему достался меч-молния. Колоритный образ быстро полюбил народ, который в каждой новой версии героического эпоса добавлял Давиду характерные черты. В конце концов, эпический богатырь, имевший реального прототипа, стал не отдельной личностью, а типичным армянином. Сказители эпоса добились того, что любой армянин видел в Давиде себя, а значит, обретал веру в собственные силы. Для жителей Армении такая вера необходима. Древний народ, обладающий такими важными чертами национального характера, как самостоятельность в принятии решений и внутренняя независимость, почти не наслаждался свободой своей страны. На земле, пожалуй, есть только два народа, большая часть которых проживает за пределами исторической родины. Это евреи и армяне. Из 6,5 миллионов армян, 3,5 миллиона не живут в Армении. Но даже за границей они одержимы родиной. При каждом удобном случае они ей помогают и никогда не забывают родной язык. Эпос Давид Сосунский – это кладезь народной мудрости. В нем легко распознать даже философию народа. Армяне никогда не распространяют свою ненависть на другую нацию. Лишь на ее правителей, которые пришли на армянскую землю с ничем. Недаром кульминация эпоса – это поединок Давида и халифа Мусра Мелика. Не с арабским народом воюет Давид Сосунский, а лишь с его предводителем. Арабам армянский воин советует не вмешиваться. Двум народам нечего делить. Старейшина села Уджан, где сегодня живут выходцы из Сосуна, знает, что армяне не разделяют людей по национальному или религиозному признаку. У составителей эпоса был соблазн изобразить борьбу Давида с завоевателями как борьбу двух религий – христианства и ислама. Тем более, что Армения, первая из всех стран, приняла веру Христову в качестве государственной религии. Однако в тексте эпоса нет ни одного намека на противостояние христиан и иномерцев или армян и арабов. Терпимость в крови армян – и это великое качество. Совсем другое дело – терпеливость. Она тоже свойственна всем армянам. Даже с гнетущим положением дел они мирятся долго. Но чашу терпения армян не стоит переполнять. Реакция может быть беспощадна. Это качество национального характера точно подметил Ервант Качар, автор памятника Давиду Сосунскому в Ереване. Давид Сосунский – один из наиболее часто изображаемых легендарных армян. Тот же Качар создал серию графических иллюстраций к эпосу, которые по своей технике копируют несуществующие на самом деле древние барельефы. До XIX века Давид Сосунский жил лишь в устной форме, а потому его изображений не существовало. Другой шедевр был создан в жанре станковой акварели. На ней чудом уместился весь армянский эпос. Соединить древние легенды в единый героический эпос – задача не из легких. Так россиянам это не удалось. Русские былины остались разрозненными героическими сказаниями. Армяне же в эпическом творчестве преуспели. Тысячу лет они складывали свой эпос и все-таки сложили. В этом еще одна черта армянского национального характера – завидное упорство. В Давиде Сосунском каждый узнает самого себя, а иностранец, прочитав армянский эпос, без труда составит мнение о целом народе. И это – заслуга самого армянского народа, который создал литературный памятник самому себе, бессмертный и неустаревающий. Потому что пока есть на свете хоть один армянин, сам эпос будет актуален. Ведь он о национальном характере, а это отличительная черта народа из разряда несмываемых родимых пяхин. У армян есть еще одно важное качество характера – они семьянины. Для них родной дом свят. Долго находиться вдали от родных – не преступление, но ошибка, которую армяне стараются не совершать. Тоска по семье у них в генах. Не зря же армяне никогда в своей истории не совершали завоевательных походов. Длительный переход для армянского войска был бы просто невозможен. Не прошло бы и суток, как каждый воин начал бы страшно тосковать по дому. А с тоской нельзя брать города. Эпос не обошел стороной, и это качество армянского характера. Служить другой стране означало для Давида Сосунского предать забвению свою родину и близких. Недаром, убив халифа, Давид получил предложение восклавить халифат, но отказался. Сосунцы никогда не обосновывались на чужбине по доброй воле. Тем более, если на родине остались жена и дети, которых надо воспитывать в национально-армянской манере. Жителям Армении присуща важная национальная черта – самоирония. Это качество великих народов. Посмеяться над собой могут только сильные нации. Но в эпосе «Давид Сосунский» умение армян шутить над собой не видно. Слишком уж непростой сюжет выпал на долю составителей эпоса, а точнее на народ, который на протяжении веков складывал шаг за шагом историю своего героя. Правда, уберечь от смерти Давида Сосунского армянам так и не удалось. Его одолели не в открытом бою, а хитростью. Мстить за отца отправился его сын Мгер, герой четвертой ветви эпоса, который обретает философские черты. В конце свода сказаний Давидов сын Мгер оказывается запертым в каменной пещере в скале. На свет он выйти не может. Его не выдержит лживая и порочная земля, где воюют и проливают кровь. Время Мгера, наследника славы Давида Сосунского, еще не пришло. Но Армения ждет. Сравнение эпоса с человеком в армянском случае самое точное. Давид Сосунский – это и свод героических сказаний, и типичный армянин. Независимый и гонимый, отважный и гордый, любящий семью и готовый на подвиги ради родной страны. За тысячу лет устной жизни эпос впитал в себя национальный армянский характер, в итоге став его стихотворной письменной энциклопедией. Чтобы понять Армению, недостаточно в ней побывать. Ее надо внимательно выслушать. Устами сказителя эпоса глаголит истина. Устами Давида Сосунского глаголит Армения. road вопроса до российскогоения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор